Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я сделаю небольшой обзор на наборы Человек-паук китайского производства, на которые я наткнулся сегодня совершенно случайно. Взял три разных коробочки, каждую из них мы посмотрим, соберем и оценим по качеству и по нескольким критериям. Давайте начнем наш первый обзор, наверное, с самого простого набора, вот такой летающий корабль. Откроем нашу коробку, здесь с одной стороны заклеено скотчем, а со второй можно без труда открыть. Ну, можно лицезреть, здесь первый пакетик, где находится сама мини-фигурка. Вот, уже вижу, что красное тело без костюма, скорее всего, прилагаются наклейки или просто идет некий брак. Давайте посмотрим, что же у нас еще внутри. Здесь еще один пакетик. По виду, качество деталей, ну, где-то примерно на три с плюсом. И вот здесь у нас инструкция, ну, пока что, как таковых наклеек. А, вот они, да, вот сами наклейки, которые нам нужно будет использовать для того, чтобы собрать данную конструкцию. Ну, коробочка самая простая, бумажная, картон, небольшая совсем инструкция двухсторонняя и два пакетика. Давайте возьмем наши ножницы и аккуратно вскроем упаковку. Первый пакет. И вот здесь ты начинаешь осознавать, что качество сборки даже хуже, чем ты предполагал. Единственный плюс в том, что хорошо сделано само лицо. Качество нанесенной шелкографии достаточно хорошее. А вот сама пластмасса, из которой сделана мини-фигурка, ну, примерно такая же, как у Брик, может немножко похуже. Вскроем наш второй пакетик. Очень интересная особенность этих деталей, которые я увидел, на каждой детальке точно так же, как на Лего нанесен некий символ. Сейчас я возьму вот красный элемент. Не знаю, будет ли вам видно. Скорее всего, здесь не обратите внимания, но на каждой точечке написано слово Кэйзи или Кази. То есть, сам бренд поставил такие же некие символы, отличительные так же, как на Лего. Несмотря на то, что качество пластмассы, конечно же, в разы хуже, чем у Лего. К сожалению, плохое освещение, и вы, наверное, навряд ли увидите некие символы на детали. Хотя, вот так, наверное, вы можете немножко заметить. Давайте соберем нашу мини-фигурку, нашу конструкцию и посмотрим, что же в итоге у нас получится. Ну вот, мы собрали наш набор. В целом, качество деталей, в общем, неплохое. Конечно, есть свои минусы. Во-первых, это наклейки, которые клеются не так хорошо, как бы хотелось. Возможно, это из-за того, что сам набор где-то лежал в сыром месте. Или просто старая полиграфия. В общем, вы уже можете заметить, что вот здесь он уже отклеивается. На крыле на втором тоже. Сама конструкция достаточно интересная. Крылья у нас могут двигаться в различные стороны, отсоединяться. Сам человечек, вот он, в собранном состоянии. Передняя и задняя часть наклеены. Не знаю, насколько хватит этих наклеек. Учитывая, что эти уже начали отклеиваться. Руки, ноги шевелятся. Достаточно хорошо. Не заедают. Голова тоже вертится свободно. Ну, держится она, конечно же, не на честном слове. Но не так прочно, как хотелось бы. Кисти тоже вертятся в свободном положении. К сожалению, вот здесь одна кисть зашла не до конца. Есть еще одна запасная. Здесь осталось три детали. Посмотрим, как человечек у нас займет свое место. Так, у нас одна уже часть отвалилась. Ну, крепится он тоже с большим трудом. В общем, как говорится, Китай, он и есть Китай. Да. Вот это еще одна проблема. Закрепить человечка на поверхности самой простой детали. Не думал, что все будет так плачевно. Ну, давайте просто скрепим его вот так. Ну, вот такой экземпляр. Крылья без наклеек. Самые простые. А вот еще один минус. Это колесное шасси пара. Ну, вот уже начинает разваливаться наш набор. Смотрите, сами колеса. Они снимаются. То есть, держатся на честном слове, как с той, так и с другой стороны. Сначала хотел похвалить этот набор. Но потом, когда начал разбирать, понял, что какие-то детали сделаны качественно. А какие-то сделаны до такой степени безобразно. В общем, такое ощущение, что часть деталей делается на одном заводе, а вторая часть на другом. Ну, в целом, набор неплохой. В принципе, можно купить. Это не худший вариант. По качеству примерно где-то как брик. Стоимость данной модели 57 рублей, как и всех остальных. Один из плюсов этого набора, это, конечно же, сам человечек спайдермена. А лучше бы было, если бы эта поверхность была не наклейкой, а чем-то единым целым. Ну что, на этом наш первый обзор закончен. Во втором обзоре мы рассмотрим вот этот набор. Он немножко потяжелее, чем первый. Содержит 42 детали. В этом было, конечно, больше. Но здесь у нас большие элементы. Так что, если вам интересно, можете посмотреть следующий обзор. С вами был канал Самоделок. И я Константин.